Привет ребят, с вами Megavzor.com Сегодня у нас один из завершающих материалов по чипсету X570 Паре с процессором AMD Ryzen 3-го поколения Героем будет материнская плата Asus ROG Strix X570E Gaming с Wi-Fi 6, с подсветкой и вниманием к внешним деталям Здесь есть поддержка Asus Aura Плата находится в доступе в российских магазинах Мы приведем по ссылке в описании к этому видео ссылку Там и характеристики, и мониторинг цен Выполненный в VTX формате, на печатной плате размещен пластиковый декоративный кожух Находится он в районе разъемов платы расширения Это кожух съемный, под ним скрывается радиатор на чипсете И съемный радиатор под накопитель формата M2 Второй слот разъема M2 также оснащен съемным металлическим радиатором Оба не будут перекрываться при размещении видеокарты платы расширения Питание в этой плате подает через связку из G24-пинового, 8-ми и 4-контактных дополнительных разъемов Используется контроллер ASP1405i На силовых элементах платы установлены алюминиевые радиаторы, отвечающиеся пассивным отводом тепла Между собой радиаторы соединены никелрованной медной трубкой Есть несколько зон со светодиодной подсветкой Одна из них в районе декоративной крышки на панели разъемов Вторая на кожухе чипсета Цвет полностью можно будет настроить и синхронизировать Поддерживается ASUS Aura Дополнительно можно подключить внешние светодиодные ленты Здесь причем есть и 12-ти и 5-ти вольтовые По 2 гнезда на каждую Наступны 4 слота под оперативную память формата DSR-4 До 128 ГБ с частотой 4400 МГц Для подключения внешних разъемов на корпусе Выведен 1 USB 3.2 Gen 2 1 USB 3.0 и 2 USB 2.0 А также фирменный интерфейс ASUS Под платы расширения выведены PCI-40X16 Их три Два из них усилены металлом Предотвращая излом при установке тяжелой видеокарты Помимо них два PCI-X1 Напомню устанавливая две видеокарты получаем схему X8 плюс X8 За сетевые возможности отвечает связка из гигабитного Intel 211 и 2.5 гигабитного Realtek Поддержит технология приоритизации трафика для сокращения пинга в играх Каналы можно объединять между собой Помимо этого есть встроенный Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Два диапазона по 4.5 Гц В комплекте от внешней антенны Под организацию активного охлаждения Выделены 7 4-пиновых разъемов Есть оптимизированный подпомпу системы жидкостного охлаждения За корректировку скорости вращения отвечает Novotone Из дополнительных элементов выделен индикатор посткодов Звуковая подсистема Realtek 12.20 Выделены части платы усилителей Texas Instrument Победный звук DTS Headphone X На панели разъемов доступны HDMI, DisplayPort, кнопки обновления BIOS 7 скоростных USB, 1 USB Type-C, 2 RG45, разъемы внешней антенны, Wi-Fi, оптический аудиовыход, 5 аудиоразъемов Графический BIOS по оформлению хорошо знаком В главном окне выводится сводная информация по работающей системе Приоритет списка загрузки данных по режиму работы вентиляторов Есть избранная, куда можно поместить часто используемые разделы и опции настроек В Main выводится список установленных компонентов Тут же можно выбрать язык интерфейса Вкладка с детальными опциями по разгону Доступен как автоматический разгон, так и ручная корректировка с отдельной установкой параметров Для тех, кто не сталкивался с разгоном в ASUS ROG Strix X570E Gaming Можно запустить утилиту, которая в несколько шагов получит эффективный разгон процессора и памяти Дополнительные настройки мониторинг работы системы Мы проводили тестированный процесс AMD Ryzen 5 3600 Оперативный память T-Force Тоже мы уже тестировали, это Extreme RGB Напомню, по ссылке текста обзор, там можно посмотреть более детально Плата отличная Ну а подойдя итоги, ASUS ROG Strix X570E Gaming хорошо сбалансированная телесовая плата для игровых рабочих систем К условным минусам ее отнесем отсутствие кнопок запуска и перезагрузки Но при этом тут есть привлекательный внешний вид Настраиваем подсветка PCI 4.0, 16-фазная система питания Два сетевых разъема, 2 сман-G и 1G Радиатор для N2 накопителей, хороший набор разъемов, экран посткоду С удовольствием обсудим с вами ASUS ROG Strix X570E Gaming Всем спасибо за внимание и пока-пока!